Ну, надо же, даже стрим смотрят. До сих пор помню этот кринжовый выпускной в Лои. Ну, ладно, ты видишь, зато запомнился. Смотри, какие-нибудь вспоминания. Он кринжовый, но он запомнился. И самое главное, его записи нигде нету, кроме меня на компе. Потому что там музыка, и я ее не могу никуда загрузить. Он тут побыл 2 месяца и потом дропнулся, соответственно. Поэтому это же память. Представляешь, ты там через 20 лет будешь вспоминать, как Лои на выпускном пони зажигали. А секретное месторождение в Хартленсе, да, Данил? Тоже помню. А вы помните, помните? Секретное месторождение. Короче, есть месторождение вот здесь в шахте. Но это самое первое месторождение, скажем так. Вот. Есть, можно копать, соответственно, в Эппелузе. Куда мы тоже сегодня съездим. И в лесу. А, ну отлично, в лесу. Давайте, в лес. Было весело. Сейчас придет. Вот, нет, не он. Несик же еще не пришел. Вроде нас тут не прибавилось. Не, вроде все, все кто были. Это же память. Это же кринж. Это кринжовое, но лучше все запоминается. Опять. А мне тогда плохо стало, я его пересмотреть хотела. А, точно, да. Ты же тогда плохо себя почувствовала. Но мы там, короче, под попсовую музыку фигней страдали. Ну, знаете, от него такое очень классическое впечатление. От классического этого самого. От настоящего выпускного. Такое, знаете, кринж с легким вкусом ностальгии. Так. Это же к нам же ребенок. Ждите. Да. К нам пришел Несик. Ура. Мы нашли потеряшку нашего. Все так скромненько. Я тебе пару скрынов сделаю. Пони, садись. Как это? Не проходите мимо, садитесь. Ладненько, все. Сейчас еще пару скрынов сделаю. Чтоб были парочка с незакатанными глазами. Ага. Отходила, а место уже заняли. Такой, я за хлебушком отходила. А место уже заняли. Ну, все, короче. Я наскринила. На обложку что-нибудь будет. Все. Го. Ну, значит, у нас Universal Emerald нас поведет. Куда там? В лес, не в лес. В лес, да, сначала? Сначала в лес. В лес. А потом уже там дальше. К секретным месторождениям. А потом в эту ВПУ, ВПУ, ВУД, ВПУВУД поедем. Потом там редко бываем. Так, дальше на входе собираемся и идем куда-то. Куда-то идем. Секретное месторождение. Убивать на яд, по-моему. У меня в этом году вся канцелярка мимишная с котиками, единорогами и альпаками. Так, все, идем. Раньше тоже любила канцелярку, скупала всякое к школе. А теперь довольно холодно к ней отношусь. Вот, а я как со школы начала любить канцелярку, так вот и до сих пор люблю. Причем я часто не знаю, что с ней вообще делать. Ну как? Я, не, ну я все-таки стараюсь покупать то, что мне реально под что-то нужно. То есть я такая, знаете, ой, какой классный блокнотик. Или, ой, какая классная тетрадочка. Что бы мне с ней делать? И стоишь ты такой, думаешь, а что тебе с ней делать? Такой, под что бы мне ее использовать потом. Так, ну сильно не торопитесь, мы за вами не поспеваем. Товарищи породники. У нас лапки. Вот куда они пошли? Налево или направо? Кто-нибудь запомнил? Вернитесь, мы все простим. Наверх, да, или туда? Или наверх? Мы за вами не поспели. Наверное, сюда. Ага, вон там показывают. А, через мост. Окей, вон там показывают. Игра зависла на загрузке локации. Ну попробуй перезапуститься. Ну если что, мы сейчас секретное место по... Вот здесь можно? Или нет? Или дальше? Мы сейчас посмотрим это место, и потом, наверное, выплывут пойдем. Там посимпатичней. Ну я имею в виду, что если вдруг, то, может, по лесу и не имеет смысла нас бегать искать. Потому что мы сейчас тут потусим минут 5-10 и пойдем туда. Через стакл выплывут поедем. Ой, господи, ничего себе у вас тут... Места. Вот, а как земнопони? А как вот земнопони? У меня хоть есть... Не, у меня есть телепортация, где она? Вот. Тома так часто играет, что не помнит, где у нее телепортация. Так. Окей, дальше куда? А как вы нашли это секретное место? Я боюсь спросить. Вы тут бегали по всему лесу в поисках секретных мест? Тут секретное место. Я тут. Я тут. Слушайте, я вот... Если меня кто-то попросит показать это место, я не покажу. Ну, Фаня, я уже 10 раз запутываюсь, где мы вообще, куда, как мы сюда шли. Господи, ничего себе, тут попортники. А, стоп. Это Кзекори, которая... Игра вылетела. Все, не слава богу. Ну, если у кого, короче, кто отваливается, давайте в Иплвуде на станции встречаемся, чтобы не это самое. И что? И где? Не та комната или что? А что... Вот... Так, чё? Вот, щак, фигни отведём. Искань, там будет редкая руда. Так, что за фигня? Короче, локация, где Зекора. И здесь вот этот вот холмик, что ли, рудится или нет? Короче, тут наяды дикие. Стадо диких наяд. Вот. А-а-а, вот это? Помню такую. И что, её можно копать? Её прям можно копать. И чё? Я ничего не вижу. А, во, вижу. Господи. Чё б нацелиться? Так, раз, майн. Прикольно. Эту штуку можно копать, оказывается. И чё, что-нибудь дробнется? Вы копаете киркой. Вы не получаете... А, у вас недостаточный майнинг-левел, чтобы получить эту руду. Вот так вот. Короче, здесь можно копать, но уровень у меня низкий. У меня всё второй уровень майнинга, если что. А какая здесь руда, кстати, напиши тогда. Короче, вот здесь можно копать, но надо какой-то левел лучше, чем у меня, естественно. Её можно копать, но с высоким левелом майнинга. Провели ночь в лове и сканили всё, что можно. Да? Серьёзно? Провели ночь в лове. Как это звучит? У меня же глаз задергался. Короче, ребят, у кого есть высокий уровень, можете помайнить. Может, что-нибудь выпадет. Скажите, что выпадает. А что выпадает? Какая-то крутая для доспехов или нет? Как называется? Ну, буду знать, слушайте. Потому что есть некоторые руты, которые нужны для доспехов. А они там падают с каких-нибудь этих странных мобов в Хартлендсе, которых это самое. Как копать? Для этого нужен сканер, который в шахте покупается. Ну, если у вас шестой уровень майнинга, то у вас должен быть сканер. Вы не могли? Или могли? Наверное, могли, если вы выполняли текстовые квесты, да? Там же там всё поднимается. Аликиум. Вот, да. Оно, короче, нужно... Это зелёная, да, которая Аликиум? Или рыжая, наоборот. Оно, короче, нужно для некоторых крутых доспехов. Вот такая зелёненькая, да. Она нужна для некоторых крутых доспехов, но она падает с каких-то там странных мобов, которых ещё сам один фиг замочишь на низких левлах. Хотя, в принципе, её и крафтить-то можно с более высоких уровней. Мне кажется, у меня даже таких рецептов пока нет. Или есть. Сейчас, подождите. Кстати, никого там добавить не надо. Во френд-лист. Так. А, это надо рецепты смотреть на этом самом. Короче, 25 уровень нужен для руды, для этой. Это её с 25-го можно находить или только майнить с 25-го? А чтобы крафтить из неё... Ой, я не помню. Рецепты, наверное, надо в этом самом. Смотреть не тут, а возле шахты. Короче, возле кузницы. Так, я не посмотрю свои рецепты. Алицы зелёные. Зелёные, рыжие — это элементалиум. Вот, точно, элементалиум. Правильно. В конце можем показать, где нормальное место копания Алиция. А это ненормальное место, да? Хорошо. Ну, спасибо, что показали. Хоть будем знать, что тут можно в обход это самое. С големов падает так. Разве нет? Ну, мне с големов не особо нападало. Сколько-то там чутка есть. И то мне, по-моему, в основном дарили. С драконов. Да, с драконов падает. Ну, в любом случае, это проще, чем тех же големов, там, в одну лицо. Допустим, если у вас нет пати. Ладно. Так, дайте-ка я скринчик сделаю. И пойдём выплывут. Там что-нибудь помайним. Так, ну, можете не садиться. Я так просто, вот так вот. Естественный скринчик сделаю. Себе скорее. Как дела? Нормально. Всё, я сейчас сижу, ничего не понимаю. Ну, ладно. Что вы говорите? Ладно, давайте теперь выплывут. Всё, спасибо большое ребятам. Мы будем знать, что тут... Ой. И в тот чат пишу. Так. Что тут что-то есть? А выход у них с этой стороны или с той? Так, это наоборот. Сюда. Без маркера нормально под табуном на яд. А, без маркеров. А нормально под табуен на мат в Хатфлэнсе. Во, всё поняла. Короче, в Хатфлэнсе-то на яды. Понятно. Всё. А здесь вот так вот. Без маркера. Секретное место. Это, знаете, разрушение памятников. Природное. Тут какие-то древние эти самые зебринские такие штуки. А то кипони с кирочками такие. А-а-а, копать, перекопать. Зебры такие. Ноу. Не копайте наше культурное наследие. Как игра называется? Игра называется Legends of Equestria. Кстати, есть мнение, что можно поменять это самое. Сейчас поменяю в категорию. Можете посмотреть, как она правильно называется. Вот. Только единственное, что её надо ставить заранее. Там надо скачивать клиент и проходить Legends of Equestria. И надо проходить начальные квесты заранее. Потому что так с наскоку не присоединишься. Я поменяла название. Ой. Не туда. Поменяла название в этом. В категории стрима. Вот. Можете посмотреть, как она называется. Ну, или в названии стрима до сих пор написано. Так. Я через какие-то околицы бегу на станцию. Что за стакан в левом нижнем углу? Ну, стакан для подписок, чиров. Так. Где я? Кто я? Где я? Интересно, с моим вторым уровнем майнинга можно ли что-то майнить его там самым? В Пулуде. То, что, по идее, надо сначала начинать с майнинга в шахте в Понидейли, а потом уже все остальное. Так. Давайте тут тоже где-нибудь сделаем веселенький скринчик. Можно вот даже здесь на железнодорожных путях. Как говорится, почему бы и да. Только чуть-чуть. А я хочу на них сверху встать. Нет? Вот так. Садимся, ребята, на шпалы. Не, на рельсы, пардон. Шпалы тут поперечные. Медь можешь, да? Ну, хорошо. Да, я тогда заодно по майнингу подкачаю уровень. Музыка здесь... Да, мне тоже здесь нравится музыка, поэтому я и хотела тут подольше потусить. То в лесу как-то мы уже привыкли к этим унылым перезвоном. Значит, ребята, кто это самое? Подходите, комната 1Е. Мы вот тут сейчас минут 2-3 посидим. И пойдем тогда куда-нибудь покопаем. Если есть шпалы, поезд... Если сесть на шпалы, поезд собьет. Здесь поезда не ходят. Кстати, а... Слушайте, вот... Кто знает, ээээ... Рельсы, они вообще могут иметь остаточное статическое какое-то электричество после ходящих по нему, ну, тех же трамваев, например, или нет? Давай, Нейсик. Не грузится? Или это сам? Или что? Ну, мы вот полчасика потусуемся этим. Так, все, садитесь. Хвосты. Пони, аки-птички сидят на рельсе. Такая-то самая... И хвосты такие. Знаете, как это... Картина рабочей на обеде, которые на вот... Они как раз-таки на рельсе, да, по-моему, сидят, которые... А, нет, там не рельсина, там это... Ну, как это называется? Опора длинная. Блин, забыла. Ну, там такая известная картина, такая вот тоже... Большая балка металлическая сидит. Ребят рабочие и едят на высоте. Балка, да. Наверное, балкой она и называется. Смотрите, там хвосты... Слушайте, а мы реально сидим на ней? То есть... Прикольно. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, да. Это едет Тома за вкусняшкой, да? А, так, стоп. Ник. Ну, я думаю, тоже будет хороший скринчик. Слая. Вот, наверное, свая. Или, ну, блин, наверное, свая, да. Не знаю. Большая, железная, длинная, толстая. Слая, балка. Чем они отличаются, сваи, от балок? Ладно, все, я наскоренила вроде. В понедельник будет Силер Мун. Я уже путаться начала просто. Да, в понедельник будет Силер Мун. Ну, мы, короче, поняли. Ладно, где тут места для копания есть? Признавайтесь. Ну, я, конечно, могу посмотреть сама по карте. Ну, если кто-то нас куда-то отведет, будет хорошо. Там, где горы... Ой, сорянечку. Куда идти? Куда идти? Куда бежать? Слая – это столб, который в землю убивается. Слушай, вот, Блиссер, ты разбираешься. Ну, ты поняла, о какой картине я говорю, да? Завтрак на высоте он или как там? Или обед на высоте называется? А вот ты скажи нам, как мужчина. Это свая или балка? Шо это? Ну, по идее, если в землю вбивается, наверное, это не свая. Ну, в плане, че ее на высоту тогда поднимали? Зафига. Взяка огонь. А то. Свая или балка? Вот в чем вопрос. Слушайте, у меня такой маленький левел, что у меня, смотрите, как стамина быстро заканчивается. Как вот там камень наверху вообще стоит? Знаете? Вон там, в тех горах, мистический камень, который стоит обыкат. Пони в прериях. Ага, вот они. Кирочки, смотрите, кирочки пошли. Вон там. О, кирочки. Чтоб точно не промазали. Баланс. Музыка прям колбойская, прикольно, да. Музыка классная. А че это? Это похоже на дренаж, кстати. Я в прошлые разы как-то не замечала. Вот эти вот дырки такие большие. Это же текстура вот этого дренажа, который в растения там вниз кладут. Нет? Он точно так же, по-моему, выглядит. Смешно. Ну что, в вашей ставке получу хотя бы уровень майнинга сегодня или нет? Где у меня курсор, как всегда? Так, значит, мы берем сканер. Зубы сканируем. Поверхность. Ничего не видим. Жмем еще раз. Все так же не видим ничего. В смысле? Может, мы еще не там? А, вот вижу. Майнинг. Каменчики, работаете три дня без зарплаты. В этих конструкциях разбираюсь довольно поверхностно, а какие они еще там всякие Т-образных и П-образных профили бывают не секу вообще. Я даже не знаю, что такое Т- и П-образный профиль. Но я понимаю, что они в разрез Т- и П-образный. Ну, это я не верна, что я правильно понимаю. И что, я майню что-нибудь, нет? Вы бы нашли шесть медной руды. Да, майню. Медную руду и опыт. Хорошо. Ну, значит, тогда развлекаемся. Понимаю, что такое, конечно, развлечение. Но, то самое. А что бы и не покопать для разнообразия. Хотите, я вам что-нибудь расскажу? Можете задавать вопросы. Мы об чем-нибудь побеседуем. Знаете, когда работают, надо беседовать или музыку слушать. Что-то оно не подсвечивается. Или оно где-то подсвечивается, а я этого не вижу. Что-то оно как-то... Все, выкопали уже другие пони. Серьезно. Где моя руда? Кстати, мне почему-то тут сразу вспоминается игра Комиссионер Стаск. Такой ностальжи сразу. У кого-нибудь вообще руда есть? Я тогда два штучки нашла и больше что-то не вижу. Может быть, если бы у меня был левел побольше, то бы больше месторождений показывало. А там что? А это просто песок? Выкопали все, короче. Разграбили. Цвет нет. Тома сигнал. Что сигнал? Где сигнал? Я каменщик работала три дня. Давай кулсторик. Ну вы мне на что-нибудь скажите, а о чем кулсторик я вам расскажу. Какой сигнал? Кто сигнал? Зачем сигнал? Руда есть. Как копать? У меня есть. Я не могу майнить. Короче, чтобы майнить, нужна вот такая штучка. Сканер. Ее продает пони на входе в шахту. Вы приготовили свой сканер и сфокусировались. А, вот, вот, вижу. Ну, в прошлый раз вы видели, что я не видела? Я же не это самое. Не вру. Еее, 70 экспы. No oars nearby. А, он так и пишет, что нет руды рядом. Слушайте, надо чат читать почаще. Нет руды рядом. Серьезно? Он пишет, что нет руды рядом. Интересно, вообще, зависит от количества пони количество руды, которую можно выкопать. Или реально, допустим, если много поней в одном месте, то руды как бы, ну, выкапывают. Ну, в смысле, как бы, ограничены ли ресурсы руды на квадратный метр, скажем так. С почты, например, я уже слышала. Кстати, да. Безусловно, я расскажу чуть более это самое развернутое. В общем, я вчера отправляла заказы. Стою, в общем... А, он там кто-то что-то сигнализирует. Стою, в общем, это самое. Отправляю. И рядом со мной... Ну, как бы, точнее, я подхожу к окну. Стоит один мужик. На централку ходила. И, ну, по его диалогу, я понимаю, что ему не дают посылку. Оранжевая родина респаунится. Короче, ему не хотят отдавать посылку. Ну, я понимаю, что оператор свободен. И я, как бы, подхожу, начинаю отдавать свое. И мне там, ну, начинают оформлять. Он продолжает стоять рядом, этот мужик. И начинает возмущаться, что почему вы мне не выдаете. И... Как бы... Ну, ему оператор говорит, что он, короче, я вам не выдам, потому что посылка на вашу жену, а не на вас. И, в общем, я его не могу вам выдать по правилам. Есть еще спрашивать вот начальницу это самое... Отделения. Он подождал начальницу отделения. Та подошла, говорит, мы не можем вам отдать посылку, потому что она на вашу жену. Он говорит, ну, как бы, жена сказала, что, значит, приходишь, номер телефона, и все, никакого паспорта, ничего не надо. Ему говорят, да, типа, паспорт, ну, если есть номер телефона, можно не показывать, но при этом личные данные должны, ну, совпадать со паспортом, потому что... Ну, короче, они не могут выдать ему посылку его жены, точка. Он начинает возмущаться, грозиться, что он там позвонит начальнику их начальника, и все такое. Начинает спрашивать данные личные, там, какая фамилия у этой начальницы отделения. Господи. Короче, и причем еще стоит такой бухтит, что я тут полчаса стоял. Это я была в начале 10-го, никого в отделении, кроме меня, его еще не было. Не знаю, как он там. Мог стоять полчаса? Короче, в общем, он потрепал нервы всем рядом. Мне, ну, мне косвенно, конечно, но тем не менее, оператору, начальнице, и все бухтел, и стоял, и жене звонил, и они ему что-то доказывали. Вот где он реально потерял время, это в попытке что-то объяснить и что-то это самое выпросить. Лучше я не знаю, согласились они ему потом из жалости что-то отдать или нет, или стояли до конца на своем, ну, потому что они как бы правы. Вот. Ну, это просто и лютый абзац был. О, руда. Руда родненькая. Не исчезай. Ай, не успела. Зараза. Не добег. Не добег. Вот. И, в принципе, вот не люблю таких скандальных людей на почте, потому что, не, я, конечно, понимаю, что работники почты тоже могут быть теми еще нерасторопными и все такое, но часто, как бы, виноваты реально клиенты, а мозг выносит всем. Нет роду рядом, значит, надо еще раз сканить и идти к другому конкретному маркеру из треугольников. Можно и тут переплавить, заценить печки и строки здешние. Хорошо, сходим посмотрим. Сейчас еще минут 10 покопаем. Эту историю вы уже рассказывали, видеть один и тот же дядька, который так ничему не научился. Это я рассказывала что-то похожее, это было на другой почте, и там бухой трудовик пытался за жену получить. А тут более культурный какой-то мужчина был, но тоже очень борзый. Там просто очень такой подвыпивший трудовик из соседней школы пытался тоже за жену получить. Вот. Но он как-то, ну там по-другому совершенно воспринималось, потому что тот просто как-то это, ну так, не быковал на работников почты. Он просто очень странно изъяснялся. Такой вот так вот. Вот. А этот такой именно на понтах. И я потерял свои полчаса времени, а вы мне ничего не выдаёте, моё время стоит дороже. Вот знаете, вот с таким посылом и так-то ну не очень приятно, честно говоря. Странно быть на стороне работников почты, но у меня даже хотелось сказать, что мужчина, уже отстаньте вы от них, ну не могут они вам выдать. Чё вы пристали? Никто не любит скандальных людей, где бы ни было. Вот да. Приятно, кстати, что руда вся цветом просвечивается, кроме железа оно красное. В общем, да, всё не почта, только кулстори какая-то. А я больше никуда не хожу. Возможно, у меня где-то кулстори ещё были, но я так никуда не хожу больше. У меня кулстори больше нигде нет. У меня только магазин и почта. Все варианты кулстори у Тома. Можно, кстати, после того, как свечение закончилось, наиметь компакт как Талант Рер просто подсвечивание мест. Это с какого-то определённого уровня или нет? Кстати, ну что у меня там до трёшки там ещё долго, нет? Я хочу посмотреть, у меня левел возьмётся или нет? Или там ещё дофига? Ну как, полуровня уже накопали. Ну давайте ещё пять минуток вот по мейнин. До чего докатилось слое, что все пони начали копаться в земле? Ну, как бы, почему бы нет? Не, ну вот такой вот крафт, не крафт, а добыча, оно же есть во многих ММО. Вот я в ту же драконику, когда играла, там тоже есть копание руды, ну было, рубка дерева. Вот, то есть мобы-то мобами, конечно, но вот это вот крафт и добыча, оно почти в каждой ММО-шке есть, и в что там, Терра онлайн я чуть-чуть играла, тоже там что-то, не помню, то ли копала, то ли рубила тоже. Ну в общем, оно как бы везде, в принципе, бывает. Ну вот, нравится игрокам такой фигнёй страдать. Почему бы нет? У меня мама такая была, если ей что-то не нравилось, закатывала скандал. Ну вот, наверное, люди, которые сами схожими чертами обладают, ну если, допустим, холерик, то, наверное, им такое, ну как бы, не кажется странным, но мне как совершенно, знаете, такому спокойному и скромному человеку, вот. Если мне говорят, что чего-то нельзя, я начинаю, ну как бы, спрашивать, а что надо сделать, чтобы можно было? Например, мы с Крисом писали друг на друга доверенности в наше отделение почтовое, чтобы могли друг за друга получать, ну, эти посылки. То есть, они не могут нам выдать, ну, по правилам, но мы написали друг на друга доверенности. Вот, сдали начальницы отделения, теперь мне выдают, допустим, за Криса, а Криса за меня. Правда, иногда, ну, операторы меняются, иногда новые, типа, мы не можем, вот, я говорю, у нас доверенности есть где-то у вас тут лежат, но они, как правило, больше вопросов не задают. менялись и весь состав почти, поэтому, без понятия, если они там реально где-то еще, но, как правило, срабатывают, все отдают. Вот. На самом деле, я считаю правильно, потому что, ну, мало ли там кто что заказал, даже и там муж, жена, ну, мало ли какие друг от друга бывают секреты у людей. Как правило, конечно, нет, но, если человеку, ну, написано, что такому-то человеку, то ему надо выдавать. Вот это вот. Во! Раз. Майн. Майн. Еще переводчики пад... Еще периодически падают камни драгоценные, у меня часто ониксы падают, и однажды выпала беру за топаз, они редкие, с драконов по 50-60 падают. Понятно, то есть это лучше на драконах. Ржу с длинных хвостов другой у некоторых. Но зато красивый длинный хвост. Короче, да. Скан. Надо, наверное, тоже на родственников доверенности оформить. Ну, там надо спрашивать начальницу отделения. Мы писали чуть ли не в произвольной форме там. То есть это было, когда только-только эти правила ввели, потому что мы регулярно друг за другом что-то получаем. И мы почти сразу столкнулись с тем, что нам сказали, что больше не могут выдавать по нашим, ну, просто. Вот. И, слушайте, реально, смотрите, подсвечивается по ходу всем одинаково. Или нет? Вот. И мы писали там, ну, просто нам говорили, что пишите вот там начальнику отделения, там, я такое-то, такое-то, разрешаю такому-то, или там, доверяю такому-то, такому-то, получать за меня, там, такую-то, такую-то корреспонденцию. Ну, короче, с тех пор уже сто пятьсот раз, возможно, все поменялось, поэтому я не знаю, как там сейчас это делается. Ну, такие вопросы в любом случае надо каждый раз уточнять заново, что люди меняются, многое, знаете, там, есть как бы правила, вот, а конкретно их исполнение, конкретно их исполнение, знаете, не прописано, допустим, ну, как точно, все, пони устало копать. Вот, и некоторые трактуют по-разному, в общем, как бы, все зависит от местного начальства. Некоторые могут вообще сказать никаких доверенностей, нафиг нам это надо. А если будут разные родственники, эта доверенность тоже сработает? Ну, то есть, разные родственники, это в смысле разные родственники. То есть, нескольких человек в один список хочешь включить, или что? Не, ну, иногда бывают случаи, когда проще на родственника оформить, допустим, вот, если разовое что-то, то проще просто один раз указать имя того, кто будет забирать, чтобы он сходил до забра. Вот, просто мы реально очень много получаем друг за друга, вот, и, ну, то есть, нам это того стоило. медь персиковым, олова белым, уголь черным. Ходил в магазин на этой неделе возле кассы, девушка пробивали товар, после этого подошел мужик, и продавец говорит, оденьте маску, и он так закричал, и спросил продавца фамилию, и вышел из магазина, не купив товар. Из-за маски? Фига себе, ужас какой. Из раконов 50-го и 60-го лейлов. Ничего себе. Еще на международных посылках, на пакетах, написано его содержимое. Ну, кстати, да, написано с Алика. Типа посылка 18+, ну, не 18+, ну, мало ли там что, блин, ну, личные вещи все-таки. Тоже холерик, но мне как-то не особо хочется встревать в конфликты и в целом в лишние контакты с людьми. Например, это будет моя бабушка и дядя. Ну, я говорю, если это разовая акция, то проще, ну, так как бы, все равно человек пойдет. Или ты имеешь в виду, чтобы ты за них получала? Или они за тебя? Ну, все зависит от ситуации. Какой нервный. Я тут тоже, наверное, на той неделе в магните была такая ситуация. Ну, набрали корзину, конечно, ставим в очереди. Перед нами такой тоже чуть-чуть, у меня вообще везде чуть-чуть подвыпившие товарищи ходят. Такой в спортивных шортах, футболке. Мужичок такой, ну, не знаю, лет под 45, может, максимум. молодой, молодой относительно еще. И такой, ну, чуть-чуть подвыпивший и с двумя батонами. А перед ним такой пожилой уже дяденька, такой, знаете, такой классический западный образ такого, знаете, как вот такая рыбашечка с воротничком, теннисная, такие тоже шортики такие, более интеллигентные, там очочки, кепочка, и он там, ну, на дачу, видно, человек затаривается, тоже с корзинкой большой стоял. и в маске, и я в маске, а вот этот, который подвыпивший с двумя батонами, он без маски, и он вот между нами стоит, и очень близко встал к этому чуваку, который старенький, ну, как старенький, ему там уже 60, где-то так. Ну, то есть, чуть ли, знаете, чуть ли вот так не рядом с ним стоит, ну, так вот, чуть ли не плечом его подпирает, вот, ну, такой так, ну, чуть сторонится, ну, подвыпивший человек все-таки, а этот ему, ну, что ты, типа, боишься, я там не заразный, и все такое, знаете, такой и смех, и грех просто, вот, вроде, ну, то есть, человек, ну, как бы, добродушно это говорит, но в то же время он явно, это самое, не очень трезвый, и, как бы, как культурно отмазаться, и не это самое, я такая стою с другой стороны, думаю, блин, такая, в нашу сторону, не надо обращать внимание к нам, так это самое, подкатывать, эти два батона еще, главное, просто, не знаю, просто потом еще расплачивалась, ой, веселуха, два батона, они за меня, ну, можно, да, можно, но только надо с тобой идти, естественно, чтобы, ну, то есть, вы приходите вместе на почту, желательно, не в период с 1 по 10 число, или, там, 1, может, еще можно прийти, но не позже, то есть, когда народу поменьше, говорите, мы хотим, вот, получать, там, друг за дружку, что нам, как нам можно оформить доверенность, вам там расскажут, пришло письмо с Атами Ами, что я могу оплатить заказанную фигурку от Котабуки, как считаете, 1400 рублей за доставку из Японии, это норм, это норм, это норм, ну, в принципе, в принципе, я не думаю, что сейчас очень большой выбор, потому что, вот, про фигурки японские, вот эти вот, Котабукивские, я слышала такую тему, что их очень задерживают сейчас, потому что границы все еще закрыты со странами, и, например, из Японии в Россию сейчас очень сложно что-то отправить, вот, то есть, из Японии в Штаты они там еще фигурки разослали, вот эти по предзаказам, а вот, допустим, в Россию, я так понимаю, что сейчас особой возможности отправить нету, и, вероятно, Ами Ами поискала какую-то стороннюю фирму, которая доставляет, ну, не обычными, своими, государственными путями, а через какую-то стороннюю, контору, ну, она, ну, само собой терет в три раза дороже, поэтому, конечно, дороговато, честно говоря, но, с другой стороны, я не уверена, что сейчас есть более дешевые варианты, потому что, ну, вся вот эта тема, ну что, пойдем переплавлять, я думаю, накопали достаточно, я, конечно, уровень нифига не подняла, ну, нормально, это обязательно я чисто физически не могу, чтобы ты была, слушай, ну, тогда звоните по телефону на почту на вашу, и спрашивайте, можно ли без твоего присутствия это сделать, потому что я, ну, я не знаю, ну да, думаю, стоит позвонить в ваше отделение, и спросить, вот такая-такая ситуация, можем ли мы оформить без присутствия доверенности, где взять прибор для поиска руды, он, его продает девушка, девушка-кобылка, которая стоит возле шахты в Понидейле, такая желтенькая, возле, снаружи шахты, которая стоит, так, сейчас, если ко мне кто-нибудь подходит ближе, чем на метр, сразу либо паника, либо отторжение, поэтому хожу в пятерочки, ибо там касса самообслуживания, даже разговаривать ни с кем не надо, ну, вот мы, где есть касса самообслуживания, тоже там, но у нас просто пятерочек тут в районе нет вообще, так, пойду олову покопаю в соседней горе, там олова, мои посылки только мое дело, поэтому лично мне проще забрать самой, плюс я и так часто что-то заказываю по почте, ну, не так часто, ну, вот да, суть в том, что мало ли что ты заказываешь, не обязательно всей семье зналось, и это даже не только там 18+, плюс что-то, что угодно тебе может быть некомфортно показывать родственникам, шанс на редкие камни при копании, это круто, не все, да, не все могут бить 60 уровней драконок за ними, да, да, это сложно, я согласна, особенно если ты там один играешь, или там с одним-двумя другами, другами, его выбесило, что девушка была без маски, не просила продавца одеть ее маску, и ему сказал, понятно, кирки ломаются, слушай, да не, вроде пока не ломались ни разу, так, переплавлять в городе, сейчас прошу, а, да, там во дворе была кузница, вроде, точно, да, да, ну тогда через стак я возвращаюсь в город, давайте я попробую еще переплавить там местных, стак, так, и вот здесь где-то во дворах была кузница, вот тут, по-моему, я помню, мы еще ее приметили в прошлый раз, вот тут, да, ты кузница, признавайся, ты кузница, да, это кузница, и я, да, тут действительно могу плавить слитки, вот, что мы там коппер копали, хотя мне проще железо, наверное, на самом деле, только вот у меня, а где вот эти, кстати, католицисты, катализаторы, они где вообще падают, что-то я не помню, можете сказать, где они падают, ты вообще, плавутские, инфраструктуру видела, тут банка, кухня классная, но я ее видела, когда тут только открылась, я уже ничего не помню, это было год назад, рейнболу предзаказывал в марте, должны были в июне-июне начать отправку, но перенесли на август, рарити недавно стала только людям доходить, хотя ее выпустили еще аж в мае, меня бесит дежурная фраза, карта магазина есть, я в наушниках хожу в магаз, так что не слышу, как правило, и если бы была карта, я бы, наверное, ее достала, короче, мне в 100 раз проще самой все пробить и карты оплатить, продвинутая пятерочка у вас, я только в гипермаркетах карты самообслуживания встречала, я, кстати, тоже у нас вот в среднекрупных магазинах не встречала карты самообслуживания, только вот прям в больших таких гипермаркетах у нас есть, а вот в таких вот среднекрупных, как вот мы в магните таримся, допустим, причем это не самый ближайший к нам, мы ходим чуть-чуть подальше, но там более так это, вот, и там ничего такого близко нет, у меня в городе не слышали про кассы самообслуживания, но вообще, конечно, кассы самообслуживания, само собой, гораздо, ну, удобнее, само собой, никто не спорит, сколько я вообще руду-то накопала? А, ну вот, почти переплавила, переплавила, все, переплавила, или нет? Кто там еще? Тут такой мелкий шериф, что я вообще не вижу, что у меня там, что-то у меня дофига руды я хочу сказать, так, про катализаторы там народ можете сказать, если кто помнит, все, закончилась руда, ну, почти два там еще осталось, ай, сейчас, подождите, два еще докрафчу, ну, ну, алё, что значит нет? Печка взбунтовалась, вот, все, я переплавил, я молодец, значит, вы говорите, банк, где-то тут был банк, а кухню я не, а, кухня внутри домика какого-то, да, по-моему, тут кухня, нет? Нет, не тут, там должно подсвечиваться, по идее, а, в салоне точно, вот, вот тут кухня, да? О, господи, нет, не тут, тут только, бутылки на разлив, нет, тут салон, тут реально спать надо, я не знаю, где тут кухня, а, тут кухня, а, вот, вилка-ложка нарисована, вот она кухня, о, вот она кухня, прикольно, я, кстати, блин, иногда хочется поиграть, но тут же я понимаю, что совершенно некогда, у меня же второй маленький персонаж, там, беспрофильный пока, а банку нигде, там, где банк нарисован, а, вот, собственно, нет, вот это здание, это, по идее, банк, что из этого банк, ты не банк, и ты не банк, и ты опять не банк, а, вот он, банк, на нем написано, а, давайте грабить банк, вот, open bank, вот он, банк-то наш, вот он, спасибо большое, ой, слушайте, а мне вот эти штуки тоже накопались, что-то я их не, или они были, что-то я сама же не помню, у меня тут ничего особо интересного, кстати, количество ячеек в банке увеличилось, с числом уровня, по-моему, да, потому что у меня, как-то у inspiration побольше, ячеечек, давайте грабить банк, еей, а если, а если телепортнуться, внутрь банка, а вот и нифига, не доеду внутрь банка телепортнуться, ну что, давайте еще сделаем скринчик, я не знаю, я еще, конечно, думала сходить в этот самый, а, тут тюрячка, я помню, да, я еще думала, честно говоря, сходить в, этот, в белохвостый лес, ну там, наверное, еще летняя атмосфера, наверное, туда уже имеет смысл идти, после, это самое, когда хайлэм там какой-нибудь будет, тут стол кликабельный, и еще тут банк в деревне, дальний, с числом пройденных квестов, а, с числом пройденных квестов открывается, а, то есть там, где прилавок с бутылкой, там тоже можно работать, да, в Хартленд сбегаем, нормальное место, можно посмотреть, это угарно набить катализаторов, с долматинов, м-м, ну давайте сходим, давайте сейчас, еще сделаем скринчик, еще сходим, в Хартленд закончим тогда, так, пони, рассаживаемся, ну я не против, еще минут 15 посидеть, а то и 20, раз уж мы так с новостями затянули, да вообще собираемся в лое редко, в следующий раз, в лучшем случае, на Хайлоуин, если обновлений не будет, пони, садитесь, хоро бегать, сюда побежали, сюда побежали, тут и конфеты закончились, ну я думаю, буду что-нибудь выбрать, знаете, как профессиональный фотограф, фотку в 10 раз больше, чтобы хоть что-нибудь получилось нормально, окей, значит, дайте-ка я зайду, проверю рабочую поверхность, ай, не сюда, что-то я уже опять забыла, вот сюда, в салоне, здесь можно, нет, что-то не работает, не знаю, у меня не работает, я плохой повар, а зачем, а, это типа для поезда, платформы, все поняла, я хотела сказать, а что это за фигня, через Панидейл, или через Кантермор, лучше, в кухне, где плита, там стол, а, там на столе, все поняла, через что нам удобнее, через Панидейл идти, где, с какого края ваши наяды стоят, со стороны Колдополиса, или со стороны, этого, или со стороны Панидейла, Кантермора, хорошо, едем в Кантермор, в Панидейл, Кантермор, в Панидейл, ладно, едем в Панидейл, через замок, но ребята пишут, через Кантермор, через Панидейл, Упределитесь, а, там, через Кантермор, все, через Кантермор, да, решили? Хорошо, значит, через Кантермор, я, кстати, в Кантерморе, единорогом, не очень хорошо ориентируюсь, поэтому, если я сейчас заплутаю, между двух домов, и это будет совершенно нормальное зрелище. А тут можно, кстати? Да, я пытаюсь. так уж, быстрее добежать, чем пытаться. Хоть умный в гору, не пойдет, умный в гору попрыгает. так, подождику сориентируемся. Тем временем, сделаю себе покушать. Давай, ну, мы еще минут 15-20, я думаю, от силы сейчас. Главное, дойти. Там посмотрим. только очень аккуратно, скани наяды убивают. Наяды убивают. Ну, я так это, до первой смерти. Ох уж эти наяды. Если ты в Хартлендс, то я не имела ввиду, через замок. Слушайте, ну, уже поздно, окей. В любом случае, уже дошли почти. Я просто, в Хартлендсе, там как бы, с двух сторон можно заходить, через вот, со стороны Панидейла и со стороны Клоудополиса. Там же телепорт прямо к тому месту у Галахола. А, вы к третьему месту имели ввиду. Ну, блин. Я уже через этот, точно, тут же три, три входа. Ладно. Ну, сейчас сориентируемся. Это уже через Клоудсдейл. Хорошо, это уже через Клоудсдейл, действительно. Я про Галахол все время вообще забываю. Сейчас, там, с трех, да. Я выбрала самый сложный вариант. Так. это облако там, показывайте. Это там, где черные камни какие-нибудь, нет? Не там. Я вообще через Панедаву побежала. Ну, короче, вы там это, немножко сориентируйте, через какие поля бечь. так. Брамбул, очевидно, обойти надо. Бегу, куда глаза глядят. А люди, небось, за мной бегают. Да, у камней. Ага. Ну, короче, где черные камни? Да-да-да, туда-да, ближе было через Галахол. Ну, не страшно, мы хоть вспомним, как Legends of Equestria выглядит. Но если кто-нибудь уже у камней и покажет розовым облаком, как быстрее к нему дойти, это будет хорошо. Почему он ходит поверху? Ты неправильная наеда. Через маркер кирка. Точно. У нас же еще маркеры есть. Блин. А что значит вот этот вот цветочек? Там типа можно что-то выращивать. А, тут то есть клумбы есть еще, да? На дерево залезть. Облако выпускает. Не, вы пускайте облако, я... А, ты пускаешь облако. Ну, я так смотрю наверх периодически. Но мне по идее вот куда-то туда. Что-то не видать облако. А, вон, вон они кирочки пошли. А что, и тут можно сажать? Вот еще одно зеленое место. Во, вижу все. Ну, ничего страшного. У нас лето или где? Так, отлично, мое любимое. Я такие круги наворотил. Да ладно, мы тоже. Зато прикольно, что вы, хоть это, тут все дома сидим, хоть пробежались. Все, короче, так бы сказали, на камнях можно копать камни. Ну, тут наяды звери, да, я помню. Я пытаюсь накопить достаточно энергии, чтобы туда телепортнуться. Вот эти звезды, аааа, не подходи ко мне, животное, отстань. Отстань, животное. Да, слушайте, тут особо не подобываешь, я хочу вам сказать. Тут какие-то все прям очень дикие. Смотрите, они просто агрятся моментально. Ну, сейчас помру, значит помру. Да, слушайте, стадо диких наяд. Ааа, умер. Стадо диких наяд. Особо даже сканер не достанешь. Дикие какие, зверюги. А вот на этом пятачке не исканится безнаядным. Нет, тут походу не сканится. Надо лезть наверх, а наверху эти зверюги. Да уж, знаете, проще там узикоры по одной штучке копать, чем тут. Они сразу агрятся. Это какие-то очень злые наяды. Так, ну что ты не залазишь, товарищ? А что, там тоже в боках может сканиться? стадо диких наяд. А че он наверх не хочет запрыгивать? Че ты не телепортнешься? Ты идинарок или где? Слушайте, реально какое-то незапрыгивательное место тут. Это нормальное место, тут маркер в лесу, там секретное, без маркеров, так что теперь, вы знаете, можно без угрозы быть запузыренным, быть запузыренным, копать эту руду. Нет, серьезно, они какие-то, ну смотрите, просто ты к ним подходишь, а даже еще их не атакуешь. Они уже такие, сжечь всех пони. Зверюги какие просто, они наяды. Такие пинают и еще... Что тут вообще откуда не вылезешь? На камни на Венезе. Они вообще маленькие 20-го левла всего. Пынь. Скатился. А вот тут тоже не сканится. Ну, короче, на верху, наверное, сканится, но... Но они какие-то суперагрессивные. Просто мегаагрессивные, я бы сказала. Смотрите, он так смешно. Крупом это самое делает. Ах. Так. Скан. Что-то не вижу. Наверное, на большом плато надо... А, вон, вижу. Только я ее не смогу все равно выкопать. Вот она. Да, у меня слишком низкий уровень майнинга, но... Вот оно тут, короче, копается. Если тебя не жрут, не запинывают некоторые зверюги, то вот тут, короче, да, майница. Ну, спасибо ребятам, что показали место. Так. Что? Все? Будем расходиться или что-то еще? Или что-то мы еще хотели? Что мы еще забыли? А-а-а-а! Кстати, интересно, к трехлетию открытия серверов допилят они данж, которые новый или нет? Или не допилят, который вот здесь где-то раскопки археологически может тут магические камни на кладбище они же и там магии и полета нет а смысле думаешь что там сделаны камни из такого же вот материала черного как это и туда тут кстати на полета нет я не помню а и на кладбище надгробия тоже из этого сделано короче это у них так мистически черный надгробный камень они рядом на далматинов закатались истами даже не знаю но принципе не я думаю далматинов и наверное если что она если что я просто попрошу помощи с католицистами не знаю вы хотите еще на далматинов сходить минут десять или нет часть пошучать хотите еще народ минут десять по содержации нет а далматинов ты имеешь ввиду который тут не в брамболе или будем заканчивать как он так этика показка не сделаю ой мне кажется нас осталось чуть меньше чем было вначале нет давайте облако давайте ну давайте еще тогда минут десять раз уже собрались так хорошо кто там нас сигнальным облаком сигнальте куда бечь чего делать какую сторону сейчас я пойду за теми кто знает куда идти то я не в курсах какую сторону прыгать разбежавшись прыгнуть со скалы фига себе ты прыгаешь так дальше куда туда читерские единороги надо хоть место запомнить и я мимо крокодил я не с вами иду сражаться я тут кстати как-то с маленьких далматинов фармила помню рубины в самом начале а тут такая на тебе за осаду а какие у меня вообще тут есть пилу бэридж бабл бэридж я даже не помню какие у меня тут есть атаки а вот есть сейсмик бак вот четверочка там не подойдет ну чё давайте го еэээй чё-то выпало а я хочу посмотреть чё выпало-то Ааааа... Бу-бу-бу... Экспа, биты... Экспа, биты... А, пикап. А, вот. А, не это плейты... Это самая вседельная сумка. Рецепты... Так, инвентарь полон. Погодите. Вот еще бы шерифт покрупнее. Наверное, это можно выкинуть. Вот. Тоже рецепт. Что за рецепты такие? А, нет, это скраб. Пардон. А, вот. А, вот. Вот. Вот, католицист. Все, можно дальше не смотреть. Ну, в смысле... Во, два католициста уже. Субтитры сделал DimaTorzok Да, наверное, Багаваны Я пытаюсь в Дома Тинца прицелиться Опять Зуки такие Да, наверное, это Багаваны Да, я по собаке хочу попасть Так Убью в воздух Долматин Вернись Субтитры сделал DimaTorzok Коротко о том, как я играю в лове Убью 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 У меня один такой И отдельно почему-то такие еще Чем они отличаются? Убью 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 Слушайте, тут рецептов очень много падает. Слушайте, они жирные. 22 уровень жирнее меня. Я бы, наверное, в одно лицо такого не убила. Мне кажется, сервак такой. Хватит! Не надо, подумай. Призматик на католициста всего 4, а их очень много надо. Короче, понятно. Это у меня вот одиночный, это... Или о чем? Я вот такой кузнец, который не играет, как бы, ничем не разбирается вообще. Слушайте, их вот как 3 было, так и есть. Не падают больше. Так. Амбрас бэк. В смысле, брас это какой сет? Что-то таких не помню. А, это обычный кузнец, да? Not enough energy. Ладно, короче, понятно, что там. Smoothie Rateson. Хилинг католицист. Ну, 4 их стало, или сколько их? Любимые. 4, да? Да, 4. То есть, ну, где-то один католицист в минуту. Мне кажется, еще часик. Ладно, короче, понятно. Давайте, наверное, будем закругляться. Ну, я буду знать место, где падают. Как минимум, с этих гламатинов падают. Тут сумки, короче, всякие. Руда, рецепты. Много рецептов. Ну, и католицисты, конечно. Католицисты, катализаторы. Католицисты. Ну, что-то они падают, да, они очень быстро. Ладно, все. Короче. Повоевали. Пора и чей знать. Давайте где-нибудь вот тут закончим. На полянке. Под углом. 45 градусов. Вот тут закончим. Хорошо, посидели. Пока, да. Значит, расписание на следующей неделе будет в понедельник. Вот, спасибо ребятам, что покачали меня. У меня даже, возможно, уже 21 уровень скоро будет. Если бы я еще играла, это бы что-то значило. Да, вот. Видите вы уж, сколько мне качнули-то. А, треть уровня. Я, кстати, в этом самом даже не разбирала. В майнинге не разбирала даже какие-то там эти самые штучки. Все. Большое спасибо эра компании. Ребятам за компанию. Денесу спасибо за донатик. Блиссеру за... А, и Руслану за донатик. Блиссеру за подписки. Поздравляю, модель с фламинго. Я тебе попозже напишу. А Вера с тобой тоже попозже спищемся. Все. До следующей недели. И в следующую субботу, скорее всего, будут слаймы. Всем хорошего окончания выходных. Всем пока.